Всем привет! Добро пожаловать на канал на кухню у цыганочки. Сегодня я приготовлю огурцы на зиму. В домашней томатной заливке приготовим томатный сок и зальем этой вкуснятиной огурцы. Получаются хрустящие, очень вкусные огурчики. Заливка всегда выпивается, съедается. Это очень вкусно. Я на этот раз буду готовить в полтора литровых банках, но вы можете взять любые баночки, какой у вас объем есть. Литр, полтора, двухлитровые, какие хотите. Так как я оставлю рецепт, кстати вы его найдете под видео в описании, на литр маринада, то есть на литр томатного сока. Оставлю рецепт. В каждую банку добавлю по одному душистому перчику и по 3-4 штучки черного перца горошком. И также сейчас добавлю еще сюда по 2 зубчика чеснока. Я его порежу. По одному листику черной смородины добавляю. Если в есть, добавляете. Нету, не добавляйте. Зелень у меня помыта. Также я добавлю сейчас еще в каждую баночку по листочку хрена. Вот так вот разорву. Вернее я этот лист разделила. Один листик на три баночки разделила. Огурцы у меня хорошо помыты. Также я их замачивала на 2 часа в воде. Особенно если это у вас будут покупные огурцы, лучше всего замочить в холодной водичке. Пусть постоят пару часов. Так они будут наберутся влаги и будут хрустящие. Банку заполняю, но не так плотно, как если бы я это делала, когда заливаем водой. Когда вот маринуем, просто заливаем водой. Тогда стараемся огурцы плотно наложить в баночку. Сейчас мы этого не делаем. Накладываю так огурчики, чтобы можно было заливать заливкой. Это будут помидоры, это густая заливка, так что плотно не стараюсь заполнять. Наверх, конечно же, кладем маленькие огурчики, вниз покрупнее. Все, вот смотрите, слишком огурцы не набиваем, чтобы все-таки было место, чтобы томат прошел в банку. Одну баночку я сделаю с болгарским перцем. Это по желанию, можете добавлять, можете нет. Но это получается очень вкусно. Мне нравится с болгарским перцем. Так что в одну добавлю. И также можете, кстати, использовать еще острый перец. Тоже по желанию. Кто любит, пожалуйста, можете добавлять. На три банки по полтора литра я использовала огурцов 1 килограмм 900 грамм. У помидор я срезаю плодоножку. Их нарезаю произвольно и буду измельчать на блендере. Как посчитать заливку? Я посчитала таким образом. У меня три банки по полтора литра, на каждую посчитала по 700 грамм. И взяла 2 200 помидор. Лучше, конечно, чтобы заливки у вас было больше. Пусть лучше останется. Она не пропадет. Вы ее используете. Но если у вас и не хватит заливки, ничего страшного. Можно будет в какую баночку, в ту, в которую не хватит у вас заливки, долить кипятка. Итак, помидоры буду я измельчать на блендере. Мне нравится на блендере больше. Получается более тонкий помолк. На блендере получается, видите, более однородная вот такая вот масса. Более тонкий такой помолк. Но если нету блендера, ничего страшного, перекручивайте на мясорубке. Тоже будет хорошо. Также еще удобно использовать блендер, потому что здесь сразу есть отметочки, какой получается здесь, сколько здесь миллилитров, какой литраж. Или используйте кастрюлю с отметками, сколько литров, потому что нужно посчитать, сколько литров получится томатного сока. Или чрезмерный стакан считайте. Из помидор, что я брала, у меня было 2 килограмма 200 грамм, получилось томатного сока 2 литра. Очень удобно у меня получилось, что 2 литра. Удобно считать соль, сахар, добавлять уксус. Должно быть ровное количество томата. То есть, допустим, 2,5 литра, 3 литра, 2 литра. Если бы у меня получилось 1 литр, скажем, 800 грамм, я бы или докручивала помидоры до 2 литров, или бы доливала водичку, чтобы было ровно, чтобы посчитать мне соль и сахар. Надеюсь, я вам понятно объяснила. Если нет, тогда пишите в комментариях. Обязательно постараюсь вам ответить. Ставлю томат на плиту и буду ждать, когда он закипит. Заливаю огурцы крутым кипятком. До самого верха баночку заполняю. Если даже побежит, ничего страшного. Накрываю чистыми крышками. Они не стерилизованные, просто чистые вымытые крышки. И пусть в таком виде огурцы постоят минут 10-15. За это время как раз томат закипит. Прошло 10 минут. Огурчики прогрелись. Снимаю крышки. Заливаю их кипятком. Поставлю на плиту. Пусть покипят 2-3 минуты. Воду с огурцов сливаем и выливаем. Она нам не нужна, не пригодится. Все хорошо сливаем до конца. Томат у меня уже закипает. На 1 литр томатного сока идет 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки уксуса 9%. Уксус я буду добавлять в конце. А сейчас я добавляю соль. У меня 2 литра. Я добавляю 2 столовые ложки соли, 6 столовых ложек сахара, 1 столовая ложка сахара, Закипел, засекаю время и даю ему так прокипеть 5 минут, 5-7 минут. Насчет сахара. Смотрите, какие помидоры. Если вам попадутся слишком кислые помидоры, сахара можно на литр тогда добавлять даже 4 столовые ложки. Можете попробовать здесь уже на вкус. Томат прокипел 5 минут. Я сделала самый маленький нагрев. Теперь нужно добавить уксус. На 1 литр идет 2 столовые ложки уксуса, 9% столового уксуса. У меня 2 литра. Я добавляю 4 столовые ложки. И не снимая томат с плиты, пусть он вот так вот варится на медленном огонечке, начинаем заполнять банки томатом. Когда сильно много огурцов плотно не накладываешь, видите, томат хорошо наливается по банкам. В процессе, конечно же, томат перемешиваем, чтобы все было ровненько, равномерно, жидкость была. И заполняем до самого верха. Я думаю, что у меня томата как раз должно хватить еще на одну банку. Не хватило мне томатного сока буквально 50 грамм. Я добавляю немного кипятка, поэтому пусть у вас будет чайник горячий. Огурцы в томатной заливке готовы. Они получаются хрустящие, вкусные. Заливка всегда съедается, выпивается. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Обязательно переворачивайте банки вверх дном. Всегда проверяйте, чтобы крышки были закрыты герметично, чтобы не протекали. Теперь можно закрыть их чем-нибудь тепленьким, сделать шубку. И пусть так медленно остывают, а потом уже уберем на длительное хранение в прохладное темное место. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями в соцсетях. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И до новых встреч на Кухне у сыганочки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok